Здравствуйте! На этом уроке нам предстоит решить следующее уравнение. 5 деленное на 2х минус 4 деленное на 3х равно 7 деленному на 18. И у нас одно ограничение – х не должен быть равен 0, поскольку тогда в обоих знаменателях получится 0, а на 0 делить нельзя. Надеемся, что х все-таки не будет равен 0, и эта информация нам не понадобится. Приступим к решению. Я хочу, чтобы в уравнении вообще не было дробей. Для этого нам нужно умножить обе части уравнения на такое значение, которое бы помогло нам избавиться от дробей. Перепишем заново уравнение. 5 деленное на 2х минус 4 деленное на 3х равно 7 деленному на 18. Если мы хотим избавиться от 2 в знаменателе вот здесь, то нам нужно обе части равенства умножить на 2. Если мы захотим избавиться от 3, то нам нужно будет умножить все на 3. Ну, а если мы захотим избавиться от 18 в знаменателе, то мы должны умножить все на 18. А число 18 содержит в себе и 2, и 3. Давайте в стороне разложим 18 на множители. 18 – это 2 умножить на 9, а 9 – это 3 умножить на 3. А значит, если мы умножим обе части уравнения на 18, то мы умножим обе части на 2, на 3 и еще раз на 3. Давайте умножим все слагаемые уравнения на 18. Здесь умножаем на 18, и здесь, и здесь. Так мы избавимся от всех чисел в знаменателях. 18 делить на 3 – это 6, а 18 делить на 2 – это 9. Но в знаменателях, кроме чисел, есть еще и х, поэтому нам нужно умножить обе части уравнения еще и на х, чтобы полностью избавиться от дробей. Значит, мы умножаем обе части равенства не на 18, а на 18х. По сути, мы умножаем на наименьшее общее кратное трех знаменателей 2х, 3х и 18. 18х – это наименьшее значение, которое делится на все три знаменателя. Значит, если мы умножим все уравнения на 18х, то знаменатели исчезнут. Рассмотрим первое слагаемое. х делить на х – это 1, 18 делить на 2 – это 9. Тогда вместо этого слагаемого у нас будет уже 9 умножить на 5, а это равно 45. Следующее слагаемое. х делить на х – это 1, 18 делить на 3 – это 6, а 6 умножить на 4 – это 24. Значит, здесь мы пишем минус 24. И это равно… Теперь разберемся со слагаемым 7 деленное на 18 и умножить на 18х. Здесь и здесь 18 сокращается, остается только 7 умножить на х или просто 7х. Теперь решить это уравнение намного-намного проще. Чему равно 45, вычесть 24? 45 минус 24 – это 21. Значит, 21 равно 7х. Разделим обе части на 7 и получим х равен 3. Проверим, действительно ли это значение удовлетворяет уравнение. Подставим вместо х в уравнение 3. Итак, 5 делить на 2 умножить на 3 минус 4 делить на 3 умножить на 3. Посчитаем, сколько это будет. Это будет 5 шестых минус 4 девятых. Нет, минус 4 девятых. Общим знаменателем этих дробей будет 18. Здесь 18 и здесь 18. 5 шестых – это то же самое, что и 15 восемнадцатых. Мы умножили числитель и знаменатель на 3. А 4 девятых – это то же самое, что и 8 восемнадцатых. Мы умножили числитель и знаменатель на 2. Это будет равно 15 минус 8 делить на 18, или 7 восемнадцатых. Итак, мы подставили 3 вместо х и убедились, что левая часть равна правой. Значит, значения 3 удовлетворяют уравнению. На этом все. До скорой встречи!